Глава 2. Палуба была маленькая, ибо Эринджи вообще был маленьким судном. Это была прогулочная яхта из тикового дерева, с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой, как у военного судна, и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоново острова для охоты за черной птицей или ловли негров. На языке закона эта охота называлась достойно – вербовкой. Эринджи занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных островов на новые плантации. Где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты Эринджи из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинины, что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами Эринджи шел великолепно и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн и его белый помощник и команда из 15 негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело 60 футов, а палубные надстройки не ослабляли подпалубных бимсов. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были люки в главную и капитанскую каюты, люк на носу, на крохотном баке и маленький люк на корме, ведущий в кладовую. И на такой маленькой палубе находились, помимо команды, обратные негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что они отработали свои три года и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малаита. Из них 20 человек, все знакомые Джерри, были из Меринджа. 30 прибыли из бухты Тысячи Кораблей, с островов Руссель, остальные 12 ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих, а все они были на палубе, переговариваясь на своем странном языке, напоминавшем птичьи щебетания, тут же находились и двое белых. Капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман. Всего 79 человек. «А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества», — приветствовал Хаген и капитан Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри. «Похоже, было на то», — ответил Том Хаген. «Только для вас я мог это сделать». Джерри лучший из всех хинят, не считая, конечно, Майкла. Только эти двое и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если посталась жива. «Вот, берите его». Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе. «Если с ним приключится беда, я вам этого никогда не прощу, шкипер», — резко бросил он через плечо. «Раньше им придется голову с меня снять», — усмехнулся шкипер. «И эта старина может случиться», — проворчал Хаген. «Меринджи в долгу перед Сома. Четыре головы остались здесь. Трое умерли от дизентерии, а четвертого на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя». «Да, и Эринджи ответит перед Сомой еще за две головы», — кивнул Ван Хорн. «Помните, в прошлом году на юге парень по имени Гаукинс погиб со своим вильботом в проливе Орли?» Хаген, направлявшийся вдоль палубы, кивнул головой. «Двое из его команды были из Сома. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит шесть голов». «Ну что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за Эринджи числится восемнадцать. Я их завербовал для Аола. А так как они знали морское дело, то их посадили на москита. А москит погиб на пути в Санта-Круз. Они там, на подветренном берегу, уже котел приготовили. Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет вторым Корнеги. Деревня собрала сто пятьдесят свиней и бесчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня». «Пока что не поймали», — фыркнул Хаген. «А я и не боюсь», — беззаботно откликнулся тот. «Вы говорите, как бывало говаривал Арбекл», — заявил Хаген. «Я не раз слышал его разглагольствование. Бедняга Арбекл. Самый надежный и самый осторожный парень, какой когда-либо имел дело с неграми. Он никогда спать не ложился, не разбросав по полу гвоздей, и если их не было, то смятых газет. Помню, мы жили с ним на Флориде под одной крышей. Ночью большой кот погнался за тараканом и загнал его в бумагу. Арбекл сейчас же пиф-паф, пиф-паф. Шесть раз выстрелил из своих двух больших револьверов. Дом продырявил, как решето, и кота убил. Он умел стрелять в темноте без прицела. Собачку спускал указательным пальцем, а большой палец держал на дуле. «Э, нет, приятель». «На что уж был молодчина?» Казалось, не родился еще негр, который ухитрился бы снять с него голову. А все-таки они его заполучили. Да, заполучили. На 14 лет его хватило, а прикончил его повар. Ударил топором перед самым завтраком. Я хорошо помню наше второе путешествие в джунгли за его останками. «Я видел его голову после того, как вы передали ее комиссару в Тулаге», добавил Ван Хорн. «И такое спокойное. Мирное лицо у него было. И та же улыбка, какую я видел тысячи раз». Голова высохла над костром. А все же они его заполучили, хоть им и понадобилось для этого 14 лет. Многие отправляются на Малаиту и некоторое время удерживают голову на плечах, но... Поваялся кувшин поводу ходить, там ему и голову сломить. «Но козыри-то на руках у меня», — настаивал капитан. «Чуть запахнет бедой, я иду прямо к ним и объясняю, как и что». «Они не могут понять, в чем тут дело. Думают, что у меня есть какое-то сильное волшебное зелье». Том Хаген неожиданно протянул руку и попрощался, стараясь не смотреть на Джерри, которого держал Ван Хорн. «Следите за моими обратными», — предостерег он, спускаясь в Вильбот. «Следите, пока не высадите на берег последнего из них. У них нет основания любить Джерри и всю его породу. А мне будет противно, если он погибнет от руки черного». А ночью в темноте его могут отправить за борт. «Не спускайте с них глаз, пока не разделайтесь с последним». Видя, что мистер Хаген покидает его и отплывает на Вильботе, Джерри беспокойно завертелся и тихонько заскулил. Капитан Ван Хорн теснее прижал его к себе и погладил свободной рукой. «Не забудьте об условии», — крикнул Том Хаген. «Если с вами что-нибудь случится, Джерри должен вернуться ко мне». «Я напишу распоряжение и спрячь его вместе с судовыми документами», — отозвался Ван Хорн. «Среди многих слов, которые знал Джерри, он знал и свое собственное имя. В разговоре двух белых оно повторялось несколько раз, и Джерри понял, что речь идет о чем-то неопределенном и ужасном, надвигавшемся на него. Он еще энергичнее заерзал, и Ван Хорн опустил его на палубу. Джерри прыгнул к поручням с такой быстротой, какую трудно было ожидать от неуклюжего шестимесячного щенка, и попытка Ван Хорна остановить его не увенчалась бы успехом, если бы Джерри не отступил перед водой лизавший борт Эренджи. Он вспомнил о табу. Его остановил образ плавучего бревна, какое было вовсе не бревном, а чем-то живым. Не рассудок заговорил в нем о запрет, вошедший в его плоть и кровь. Он присел на свой обрубленный хвостик, поднял к небу золотистую мордочку и в отчаянии залился протяжным щенячьим воем. «Ничего, Джерри, возьми себя в руки и будь мужчиной», — успокаивала его Ван Хорн. Но утешить Джерри было не так легко. Хотя Ван Хорн, несомненно, был белокожим богом, но это был не его бог. Его богом был мистер Хаген, и к тому же высшим богом. Это ощущал Джерри, даже совершенно о том не думая. Его мистер Хаген носил штаны и ботинки, а бог, стоявший подле него на палубе, был одет скорее как чернокожий. Штанов он не носил и ходил босиком. Мало того, вокруг бедер у него, как у всякого чернокожего, была обмотана яркая набедренная повязка, которая спускалась как юбка почти до самых его колен. Капитан Ван Хорн был красив, хотя Джерри этого не понимал. Несмотря на то, что он родился в Нью-Йорке, он походил на голландца, выступившего из рамы рембрандтовского портрета. И предки его жили там же в те времена, когда Нью-Йорк не был Нью-Йорком, а Новым Амстердамом. На Ван Хорне была шестипенцевая белая бумажная рубашка, прикрывавшая торс и пояс, на котором болтались кесет с табаком, нож в ножнах, патронные обоймы и большой автоматический револьвер в кожаной кобуре. Костюм его завершала в рембрандтовском стиле, заломленная на бекрень мягкая шляпа. Бинди, притихшая было на берегу, услышала визг Джерри и снова подняла вой. А Джерри примолк на секунду, чтобы прислушаться, и услыхал, как Майкл бешено лает подле нее. И увидал Джерри, что высохшее его ухо по обыкновению упорно стоит торчком. Когда же капитан Ван Хорн и помощник Боркман отдали распоряжение поднять грот и контрбизань, Джерри излил всю свою скорбь в отчаянном вое. По поводу которого на берегу Боб заявил Дерби, что это величайшее вокальное упражнение, какое он когда-либо слышал от собаки. И будь голос чуточку ниже, Каруза нечем было бы похвастаться перед Джерри. Но Хаген не мог вынести этого. Едва высадившись на берег, он свистнул Бидди и быстро зашагал прочь. При виде удалявшейся матери, Джерри еще более уподобился Каруза, чем доставил величайшее удовольствие негру из Пендефрина, стоявшему подле. Он захохотал, поддразнивая Джерри писклявым фальцетом, напоминая скорее птичьи звуки обитателей джунглей, чем голос человека. Человека настоящего и, следовательно, Бога. Это подействовало как превосходное противоядие. Джерри был охвачен негодованием. Какой-то чернокожий смеется над ним, и через секунду его щенячьи зубы, острые как иглы, оставили на голой икре пораженного негра длинные параллельные царапины, из которых сейчас же брызнула кровь. Чернокожий поспешно отскочил, но в Джерри была кровь Торренса Великолепного, и, подобно своему отцу, он прыгнул вперед и расцветил другую икру красноватым узором. Якорь был поднят, передние паруса поставлены. Капитан Ван Хорн, зоркий глаза которого не упустили ни одной детали происходившего, отдал распоряжение чернокожему рулевому и повернулся, чтобы похвалить Джерри. «Валяй, Джерри!» – поощрил он его. «Хватай его! Вали! Кусай его! Хватай!» Чернокожий, защищаясь, лигнул Джерри, но тот прыгнул вперед, вместо того, чтобы отскочить в сторону, еще один прием унаследованный им от Торренса. Ускользнул он от голой пятки и отпечатал новую серию красных линий на черной ноге. Это было уже слишком и негр, боясь скорее Ван Хорна, чем Джерри, повернулся и кинулся на нос, ища спасение на груди ли эндфильских ружей, которые были сложены на каюты и охранялись одним из матросов. Джерри бушевал около люка, прыгая и крутясь вокруг него, пока капитан Ван Хорн не отозвал его. «Этот щенок – славный охотник за неграми! Славный охотник!» – сообщил Ван Хорн Боркману, наклонившись, чтобы погладить Джерри и выразить ему свое одобрение. А Джерри, под ласкающий рукой бога, правда, не носящего штанов, забыл на секунду постигшую его судьбу. «Лев, а не собака! Он скорее похож на эрдельтерьера, а не на ирландского!» – говорил Ван Хорн своему помощнику, продолжая гладить Джерри. «Посмотрите, какой он крупный! Посмотрите, какая у него кость! Вот это грудь! А какая выносливость! Из него выйдет славная собака, когда он подрастет! По лапам видно!» Джерри внезапно вспомнил о своем горе и бросился через палубу к поручням, чтобы в последний раз взглянуть на Мэриндж, уменьшавшийся с каждой секундой. В эту минуту порыв юго-восточного пассата надул паруса, и Эринджи наклонился. Джерри, щетно цепляясь за гладкую поверхность, чтобы удержаться скользя, покатился по палубе, наклонившийся под углом в 45 градусов. Он долетел до основания бизань-мачты, а капитан Ван Хорн, зорким глазом моряка, заметив прямо по носу коралловый риф, скомандовал «Руль под ветер!» Боркман и чернокожий рулевой повторили его слова, и с поворотом штурвала Эринджи быстро повернулся по ветру и выровнялся. Джерри, все еще поглощенный Мэринджем, воспользовался тем, что палуба пришла в горизонтальное положение и, оправившись, пополз к поручням. Но ему не удалось добраться до цели. Раздался треск блока грота Шкота, скользнувшего по крепкому вугелю, и грот, перекинутый ветром, с бешеной скоростью пронесся над головой Джерри. Он избег опасности, сделав дикий прыжок. Такой же прыжок сделал Иван Хорн, бросившийся к нему на помощь, и очутился как раз под грот агиком. Огромный парус выселся над ним, словно готовясь рухнуть на него и сокрушить. Это было первое знакомство Джерри с парусами. Он не был знаком со зверями и не знал их повадок, но когда был еще крохотным щенком, в память его запечатлелся образ ястреба, свалившегося на него с неба. Теперь, под угрозой этого колоссального чудовища, он припал к палубе. Над ним, падая, как стрела из синевы, навис крылатый ястреб, неизмеримо больше того, с каким ему пришлось раньше встретиться. Но, припадая к земле, Джерри отнюдь не пытался спрятаться. Съежившись и собирая все силы, он готовился к прыжку, чтобы встретиться на полпути с этим грозным чудовищем. Через секунду вторично раздался треск блока на бугеле, и грот пролетел мимо. Джерри прыгнул, но не увидел даже тени паруса. Ван Хорн наблюдал за ним. Раньше ему приходилось видеть, как молодые собаки буквально до безумия пугались при первой встрече с парусами, закрывавшими собой небо и грозно свисающими вниз. Джерри был первой собакой, бесстрашно прыгнувшей со скаленными зубами, чтобы вступить в бой с чудовищным неизвестным. С неподдельным восхищением Ван Хорн поднял Джерри на руки и прижал к себе.